Здравствуйте, мои дорогие. Я рада вас видеть в гостях у доктора Алены. Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваша аптечка, ваш холодильник и даже растущие на улице цветы могут быть опасны для вашего ребенка? Мы пригласили доктора Олесю Бутузову рассказать об этом. Встречайте. Здравствуйте, меня зовут Бутузова Олеся, я врач-педиатр. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам об одной из самых распространенных летних проблем у детей. Это отравление. Итак, для начала давайте разберем, чем может отравиться ребенок. В первую очередь это немытые овощи или плохо промытые фрукты. Летом это самая первая причина отравления. Второй момент. Приготовленный суп, приготовленный компот, приготовленные пирожки, не убранные вовремя в холодильник. Вторая причина, по крайней мере, даже приготовленные продукты в домашних условиях и качественно свежие блюда очень быстро при жаре портятся. Поэтому мы убираем их в холодильник сразу по мере остывания. Следующая причина, конечно, это грязные руки. Бибонок поиграл во дворе, поиграл с собакой, потрогал что-то, полепил куличики, взял пальцы в рот. К сожалению, это может дать начало кишечной инфекции, которая в сути простонародье является отравлением. И еще важный момент, на который мне хотелось сконцентрировать ваше внимание, это ядовитые растения. Если вы собираетесь отдохнуть на даче, обязательно вначале сами ознакомьтесь с теми растениями, которые распространены в нашей широте, в нашей полосе, в нашем климате и которые могут быть опасны для детей. Изучите сами и обязательно научите правила безопасности своих детей. В качестве примера хотелось бы привести вам такой любимый нами всеми цветок, как ландыш. Он очень красивый, ароматный, приятный. Мы все любим собирать из него букетики и радоваться ему, как весенку весны. Но, к сожалению, именно ландыш ядовит, как говорится, от кончика до хвостика. Дело в том, что это растение ядовито полностью. И цветы, и листья, и корни. Конечно, не каждый ребенок захочет его попробовать, но малыши могут сунуть в рот и могут получить отравление. Какие-то другие растения опасны при контакте, то есть их нельзя брать в руки даже. Можно получить ожоги кожи. Поэтому важно перед поездкой на дачу, перед длительным летом на даче, обязательно ознакомьтесь с такими растениями. Следующий момент, это, как я уже сказала, хранение продуктов. Хотелось бы вас ознакомить с такой табличкой. Это хранение продуктов вне холодильника. Конечно, в идеале мы все храним в холодильнике. Но бывают такие случаи, когда нужно захватить с собой небольшой перекус в дорогу или на прогулку. Или просто, например, с собой ребенку дать на занятие, на какой-нибудь с собой перекус небольшой. Поэтому нужно знать, какой продукт, сколько хранится вне холодильника. Вот обратите, пожалуйста, внимание на эту табличку. Здесь указано о том, что вареная колбаса и бутерброды с вареной колбасой хранятся вне холодильника не более часа. Сыр копченая колбаса, конечно, очень вкусная и очень удобная тем, что она хранится долго. Ее можно хранить сутки, если она не контактирует с другими продуктами. Но она не рекомендована детям. Единственное, вы можете прихватить такой бутерброд себе, но никак не ребенку. Вареные яйца – очень удобный продукт для путешествий. Особенно часто можно увидеть людей в поезде с яйцами вареными. Почему? Потому что они могут храниться без холодильника и сутки, и двое. Но важно помнить, что никаких повреждений, ни малейших трещин быть на яйце не должно. Если яйцо хотя бы чуть-чуть удавилось, и скорлупа уже не такая целостная, как и должна быть, может быть источником страшнейшего отравления. Важно за этим моментом следить. Салат с майонезом, любимый многими россиянами, хранить вне холодильника нельзя совершенно точно вообще нисколько. И если вы готовите такой салат по какому-нибудь празднику, заправляйтесь майонезом исключительно перед подачей на стол. И уже, соответственно, там нужно его разложить по тарелкам и сразу скушать. Если он постоит, поквастится час-два-три, он может стать источником отравления. Кисломолочные продукты, конечно, в упакованном закрытом виде, йогурт здоровый, мы можем взять, но не более двух-трех часов в зависимости от температуры. Конечно, если не очень жарко, три часа йогурт выдержит. При сильной жаре, может быть, через час уже испортится, важно при вскрытии слушать и нюхать. Если имеете кислый оттенок запаха или, например, при открытии крышки вы слышите какое-то шипение или пузырьки, продукт нельзя использовать. То же самое, соответственно, если вы попробовали его, обязательно перед тем, как дать ребенку, попробуйте сами. Это важное правило. Если чувствуете хотя бы какой-то привкус кислинки или что-то нехарактерное для этого продукта, лучше не рисковать. Пирожные мы не храним, естественно, при летом вне холодильника, только в холодильнике, только в таких условиях, потому что пирожные портятся очень быстро. Пирожки с начинкой до двух часов, если, опять же, речь не идет о сильной выраженной жаре. Ну и сыр, бутерброды сыра можно брать с собой в дорогу, потому что они хранятся около трех-четырех часов. Опять же, все очень индивидуально, все зависит от климатических условий, все зависит от того, например, в машине с кондиционером вы можете везти бутерброды сыром чуть подольше. Если вы едете в жарком автобусе, хранить такой продукт можно поменьше. Это важный момент, табличку такую можно сохранить и запомнить, потому что она помогает вам ориентироваться в сроках хранения продуктов. Значит, о причинах отравления мы уже поговорили. Теперь о том, как заподозрить отравление у ребенка, как понять, что это именно кишечная инфекция имеет место. Конечно, такой ребенок становится вялым, он отказывается от еды, он не хочет играть, он хочет лежать, отдыхать, становится таким бледным, малоподвижным, расстроенным, грустным. Это уже первый признак того, что с ребенком что-то не так. Что же свидетельствует именно об отравлении кишечной инфекции? Это, конечно, такие проявления, как температура тела, она всегда фактически повышается, и чем серьезнее кишечная инфекция, тем температура тела выше. И, конечно, рвота с поносом. Они тоже могут быть однократными, а могут быть значительно не сильными. Что же делать родителям в данной ситуации? Конечно, в первую очередь нужно вызвать врача, потому что отравление может быть сильным, может быть очень серьезным, поэтому им без помощи врача не обойтись. Но находясь где-нибудь далеко на даче, у бабушки в деревне, иногда даже за границей, не всегда получается получить врача в первый час-полчаса. Поэтому родителям очень важно оказать первую помощь самостоятельно, уметь и иметь все препараты, необходимые для этого. Что касается ядовитых растений. Первое, что нужно сделать, если вы поняли, что ребенок что-то жует и жует что-то странное, нужно в первую очередь очистить его ротик. По возможности растений это сохранить, потому что если вдруг, ну это, возможно, обычная капуста с бабушкиного огорода, да, но если это вдруг получилось ядовитые растения, обязательно нужно привести его с собой в травмопункт, чтобы врачи могли определить, что же это за растение и как ребенка лечить. Итак, рот мы очистили. Затем следует промывание. Нам нужно промыть желудок и нужно промыть кишечек. Соответственно, сделать промывание желудка и поставить ребенку клизму. Конечно, маленькие дети, дети до 5 лет, им промываем желудок только с помощью зонда. Конечно, это непростая процедура, она легкое исполнение медсестры в травмопункте или в больнице. Но непростая для родителей, которые в стрессовой ситуации вынуждены делать это в первый раз. Если вы хотите быть полностью готовы к любой форс-мажорной ситуации, попросите медсестру вашу поликлиническую заранее обучить вас этой методике. Там вам понадобится небольшой зон для ребенка, она объяснит, как рассчитать длину зонда до желудка, как правильно вводить жидкость и как помочь своему малышу в такой ситуации. Для детей старше 5 лет можно проводить обычное отпаивание. То есть вы даете ребенку воду, он выпивает необходимое количество жидкости, затем вы нажимаете на корень языка, провоцируя рвоту. И так до 3-4 раз, таким образом мы очищаем желудок. Что касается кишечника, то мы его очищаем при помощи клизмы. Клизма тоже имеет важное значение, потому что мы механически вымываем токсины, вымываем шлаки, вымываем отравляющее вещество из кишечника. Очень важно правильно рассчитать количество жидкости. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. И также важно подобрать правильную температуру. Дело в том, что если вы ведете слишком холодную воду, произойдет спазм кишечника, стул будет затруднен, выход жидкости будет затруднен. И ребенок помимо болевых ощущений еще и не достигнет того, чего мы хотим, не достигнет ощущения кишечника. Что же касается излишней теплой воды, то она способствует тому, что токсины напротив будут всасываться в кровь. То есть состояние ребенка будет ухудшаться. Именно поэтому мы рекомендуем обычную комнатную температуру воды. Вода чистая, без газов. Соответственно, вот таким образом у нас рассчитывается примерный расчет воды для промывания желудка и для промывания кишечника. Как вы видите, для промывания желудка это разовый объем жидкости, который вводится, прежде чем вызывается рвота. Вот, наверное, может быть вызвать некоторые затруднения у вас, это расчет жидкости для ребенка старше года. Здесь на самом деле все просто. Это количество лет, то есть, например, если ребенку 2 года, мы от 2 отнимаем единицу, у нас получается 100 на 1 100 и плюс 200, получается 300 миллилитров. Эта формула помогает вам вычислить очень быстро то количество воды, которое ребенку необходимо принять для очищения желудка. Также вы можете увидеть необходимое количество жидкости для очистительной клизмы. Для очистительной клизмы вам могут потребоваться, например, такие резиновые груши или специальная кружка эсмаха, которую тоже можно приобрести заранее и положить в свою домашнюю детскую аптечку. После того, как вы провели очищение желудка, очищение кишечника, мы начинаем давать препараты, потому что тянуть с этим тоже нельзя. И до приезда скорая помощь или до обращения к правому пункту оказать ребенку помощь мы должны. Мы максимально очистили его. Следующий препарат, который нам обязательно нужно дать ребенку, это энтеросорбенты. Это очень важное средство, например, вот смекта или энтеросгель, они адсорбируют на себе, то есть привязывают к себе токсины и выводят их из организма ребенка, таким образом уменьшая отправляющие их воздействия. Затем обязательно можно взять вот такой препарат с собой тоже на вооружении, это одиорит. Чем уникальен этот препарат? Этот препарат создает на поверхности кишечника специальную оболочку. А оболочка эта мешает всасыванию токсинов в кровь. То есть таким образом мы тоже ребенка от отравляющего воздействия этих токсинов оберегаем. К тому же одиорит хорошо помогает при поносе. Если отравление, если кишечный инфекция сопровождается обильными пропузными поносами, ребенок, конечно, механически теряет токсины и шлаки, но при этом у него выводится огромное количество жидкости, что чревато обезвоживанием и значительным риском для жизни. Чтобы этого не допустить, можно использовать одиорин, как я уже сказала. Он препятствует всасыванию токсинов, благодаря пленке, которую она образует на кишечнике. И также нормализует обратное всасывание воды. При поносе она вся локализуется в кишечнике и выводится, соответственно, ребенок ее теряет. Адиорит помогает ей обратно всасываться и, соответственно, выполняет свою функцию. Использовать этот препарат очень просто. Он в пакете, когда приготовлены суспензии. Вы можете развести его в столовые ложки, дать любить ребенку, если ребенок так не любит, скажем так, густые напитки. Это можно развести просто в обычном вокале с водой. Имеет приятный вкус, как правило, не вызывает никакого дискомфорта у детей. То есть, токсиновый суспензия, это у нас получается, скажем так, коктейльчик для ребенка. В момент, после отравления, конечно, кишечник у ребенка будет восстанавливать. Чтобы нам помочь этому процессу, рекомендую загрузить в свою аптечку обязательно перферменты и препараты. Они помогают пище перевариваться. Конечно, в первые дни после отравления ребенок не будет кушать все и сразу. Начинаем с сухариков, с отварного риса, с простых протертых супов. Но постепенно, постепенно, постепенно рацион ребенка начинает расширяться. При кишечной инфекции и отравлении всегда страдает микрофлора кишечника. Поэтому в восстановительный период обычно доктор рекомендует использовать препараты с бифидой лактобактерией, например, линокс, бифиформ, нормоспектру. Для того, чтобы восстановить флору кишечника, чтобы он мог опять нормально и хорошо работать. Будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok